Идём поработаем. Пасту заказываем. Принимаем. Вагон и маленькая тележка. Вот та паста, которую я вам вчера говорила. Маленькие пыльяки. Вот такие ракушки для пасты фасоль. Накупили? Накупили. Готовить будем. Анюта, я тут. Ребята, я не стала вам показывать 350 раз, как готовятся лазаньи. Вы это знаете лучше меня. Скоро меня этой лазаньи сами кормить начнёте. Ну, хотела вам огласить наше меню. Мы сегодня хотим попробовать сделать фаршированные кальмары. Вот такая вот. Я всё их разморожу. Меня не видно. Вот так я. Ку-ку. Так. На заднюю сторону. Сыр в сторону. И у меня есть куриная бутылка. Я хочу с неё сделать рулетик. Я ещё пока стою и думаю. Сладкий стол готовит. Тудом-сюдом думаю. Я хочу её сейчас перекрутить на мясорубку. Наверное, я всё-таки в неё добавлю немножко белого хлеба с молочком. Чтобы она у нас не получилась жёсткая. У меня есть немножко овощей. Сейчас мы эти овощи нарежем. Мы добавим, наверное, туда яичко. Вот не знаю, добавлять мне сыр моцареллу или добавить только наш сыр, так сказать, пармезан. Встаю и думаю. Ну, сейчас я что-то придумаю. Я первый раз такую грудку делаю. Рулет в виде грудки. С запечёнными овощами. Что-то придумаем. Не получится. Сами съедим. Клиентам кормить надо. Сейчас будем думать гадать. Кстати, пока режу фенхель. Вы знаете, что мы его делаем. Под соусом бешенель. Хотела вам предложить ещё одну такую небольшую идейку. Сделать тыкву. Как называется наш фенхель. Гратинато. Это значит под соусом бешенель. А вы сделаете тыкву гратинато. Вы чуть-чуть такими тоже дольками нарежьте тыкву. Припустите её чуток на сковородке. До полуготовности. Сделайте соус бешенель. Добавьте туда мускатного орешка обязательно. И тыкву, и бешенель любят мускатный орех. Залейте. Посыпьте сыром. Поставьте в духовку. И никто не догадается, что это у вас тыква. Будет у вас новый рецепт. Очень праздничное блюдо. Очень вкусное. Конечно, соуса бешенель не надо заливать. Так, чтобы он покрыл всё до самого не хочу. Скажем, если у меня здесь 2 килограмма фенхеля, у меня где-то уйдет сюда граммов 700 бешенель. Видите, я вот эти вот зелененькие не отрезаю веточки. Потому что они потом очень красиво украшают. Они такие же зеленые внутри остаются. Грубые, да. Мы все выбрасываем. А вот эти нежные оставляю в фенхеле. Так вот. Можно гротинато делать с морковки тоже. Но это кому нравятся такие овощи. Вообще любые овощи можно делать под соусом. Ваша фантазия. Ну а это рецепт итальянской кухни. Что бы вы знали. Всё, думаю, за свою куриную грудку. Так сказать, фантазия. У меня кастрюлька маленькая. Сейчас поменяю. Вот такие у меня две небольшие булочки. Они те булочки, что сзади. Сзади большие. А тут маленькие. Сколько у меня вот этой булочки? Я думаю, килограмма полтора. Да, полтора килограмма. Так что на полтора килограмма две булочки. Это не очень много. Не сомневайтесь. Что-то у нас получится. Кстати, Эрика сегодня тоже будет первый раз фаршировать кальмаров. Так что. Ребята, у нас сегодня два эксперимента. Или мы людей накормим, или мы поставим всех на га-га. И будем ржать вместе с ними. Не переживайте. Что-то у нас получится. Смотрите. Вот на такие фракции я порезала. У меня спаржевая фасолька. Ее сильно не мельчу. И немножко здесь капусты брокколи. Уже все готовое. Сейчас я солькой и перчиком доведу. Не хотите подсказать. Как хотите. И сами управимся. Да и сами с усами. Перчиком мы дадим. Сольки мы дадим. Сейчас пару яичек мы туда. Кубиками нарежем. Для красоты. И горошек у меня зеленый. Пару горошек зеленый. Ну а пока займем там. Судя и дело. Молотим. Так ребятки. Перекрутили мы фарш. Фарш полтора килограмма и две булочки. Сейчас мы сюда. Два яичка бабаськой. Сыры для скрепления фарша. Солька перчик. И смотрим что у нас получилось. Замешиваем. Замешиваем наше тесто. Так. Масса у нас вот такая получилась. Курошенькая. Мы сюда добавим чуть-чуть сыра. Ну ребята. Сыра хоть чем-то ешь. Так что не помешает. Так. Берем наш разнос. Не мордочкой. Комочкой. И к себе поставляем. Потом наш рулет. И слетел. Высыпаем сюда наш фарш. Величная мотация. Выравниваем. Он уже посоленный, потерченный. Сейчас выравниваем и покажу что я на него наложу. Сыра. Хочу ее. Так. Все выравнили хорошо. Чем ровнее тем лучше. Если не хватит нам карты мы ее добавим. Салюта. Папа любит пирожки и детям. Так. Накладываем. Нашу зеленую массу. Зеленку. Накладываем на одну сторону. Накладываем. Мне кажется, что я сделал столько. Попробуем. Нет. Нет. Сейчас натрем сюда яичко или нарежем кубиком. Накладываем. И когда говорит Эрика. И педаларе. На велосипеднике. Нарезаем яичко. Накладываем. Яичко. У нас уже заболело. Яичко присыпали. Теперь надо не дышим. Потому что надо аккуратненько свернуть в рулетик. Сейчас я сверну. А потом покажу. Игра в четыре руки называется. Но я хочу перевернуть ее вниз. Мордашкой. Эриксон. Ладжирямум по сети. Тут только четырьмя руками ребята. У нас маленькая карта. Все таки решили в форму. Потому что виск станет верхом. Э, Белина! Э, Белина! Все! Наш рулет идет в духовочку. Сколько времени? Возможно. Возможно. Мы потом увидим. Ведь 180 градусов как обычно. Белый? Это очень красиво. кальмары ничего симпатичный шарим дожарку сейчас у нас вот это жвачка туда пойдет немножко хлеба и вот что мы будем фаршировать видите беленькие чистенькие потом зубочистка их раз и галя дома ребята угощайтесь на мале завтрак принес мишка выходная теперь оля нас заботиться чтобы не похудали ладно делите пока эриксон уже брешь за 40 минут запекался наш рулет сейчас мы кинули в морозилочку пусть у нас тянет мы тогда сможем его нарезать кальмарная начинка выглядит не очень аппетитно ну вот и не кузи си 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 готовим к нашему улетику сливочную поливочку зажарочка сливки соль и перец на кипятить блендером взобьем и все горячая заливочка будет у нас готова много не надо пару ложечек сверху пусть укупает ну тут скалопина тут все ясно это наша начинка тут уже хлеб размоченной в молоке каперси зажарка зал с головой кальмара и сам пальма сейчас будем начинать мы не забываем что у нас тут бардак надо все убрать обед на носу ребята момент самый главный момент между первыми вторым промежуточек небольшой все надо перемыть вот такие вот кальмарчики немаленькие время надо а время деньги чанка и полу инвулькина все мин и строй смотрите какая сказка получилась ребята сочнейший потому что мы добавили хлебчик и видно что здесь есть хлеб видите пористый рулетик вообще вкус обалденный плюс мы польем его сливочным соусом а наши кальмары нам не получилось сделать так как мы хотели мы их поэтому пинули в духовку залили ничего не видим залили своим соусом и они тушатся у нас в соусе в итоге мы наш рулетик залили вот таким нашим молочным соусом получилась красиво феноккио мяско все наши добавочки как мы сегодня поработать не до сих пор холодном мыли мокрый кальмар ребята подводим итог чтобы его лучше завернуть вам надо воспользоваться пищевой пленкой и положить на часок в морозилку или если он маленький он завернется у меня был очень большой нам пришлось работать в четыре руки получился очень сочный очень вкусный готовьте а наши кальмары получились в собственном соку они тоже получились вкусные кстати их уже нет их не осталось но бывают проколы у нас не смогли мы их нафаршировать очень уж они манипусинки даже шприц не пропускал содержимое того чем это получается что ты софишка милая дорогая родная где твои 17 лет на большой каретной где мои 17 лет там же смотри это ауськин самогон у меня даже мелкой посуды не за твое здоровье за твои 70 за первые 70 доживем до следующих семидесяти давай родная за твоих правнуков рожденных пусть хорошо живут крепкого здоровья только здоровья тебе желаю все остальное у тебя уже есть давай родная за тебя смотри после первой не закусывай пока ребятки до завтра есть в этом мире большом так много слов важных самых но среди всех важных слов есть первая глава моя мама есть месяц других он важней пусть это покажется странным апрель родилась в апреле самая лучшая мама самая лучшая мама земли самая милая светлая самая мы так гордимся что именно ты именно ты наша мама спасибо за руки твои за то что заботой у нас окружила и веры своей доброты и весь этот мир нам подарила спасибо прости нас за то что порой бывает тебя обижаем спасибо за то что душой всегда за нас переживаешь ты чувствуешь лучше других свет радости горечь обмана и в мире нет больше таких ты самая лучшая мама самая лучшая мама земли самая лучшая мама земли самая милая светлая самая мы так гордимся что именно ты именно ты именно ты наша мама спасибо за руки твои за то что заботой у нас окружила и веры своей доброты и весь этот мир нам подарила то что Оставайся такой же красивой, активной и молодой Пусть будет безоблачно синим небо над судьбой Желаем здоровья и сил, пусть внуки тебя окружают И все, что задумала ты, жизнь всегда исполняет Самая лучшая мама земли, самая милая, светлая, самая Мы так гордимся, что именно ты, именно ты наша мама Спасибо за руки твои, за то, что заботой у нас окружила И веры своей доброты, и весь этот мир нам подарила